Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Каждое воскресенье Великого Поста посвящено определенным событиям или святым. Но почему два воскресенья подряд Великого Поста мы вспоминаем преподобных – Иоанна Лественничка и Марию Египетскую? С чем это связано? Это связано с тем, что пост – это подвиг, а преподобные – это люди, которые в своей жизни совершили этот подвиг, подвиг жизни со Христом, подвиг отречения от мира и всего, что в мире. Преподобный Иоанн Лествичник – это образец подвижника и, самое главное, автор замечательного труда, который на много веков стал настольной книгой для христиан и Востока, и Запада. Это так называемая «Лествица», которая до сегодняшнего дня издается большими тиражами, и, наверное, мало есть верующих людей, которые бы ее не прочитали или хотя бы не держали в руках и не ознакомились с этой книгой. А вот в этой книге преподобный Иоанн Лествичник изложил идеальный образ подвижничества. А преподобная Мария Египетская, она этот образ воплотила в свою жизнь и показала его. Преподобная Мария – это очень интересный такой пример того, что Бог может, говоря словами великого канона Андрея Критского, «прокоженное житие убелите и очистите». Это женщина, которая была в недрах греха, разгула, и которая, будучи вразумлена чудом Божьей Матери, она не смогла попасть в храм Гроба Господня, когда на поклонение Креста приехала туда со всеми, поняв, что ее не пускает сила Божия из-за ее греховной жизни, она ушла за Иордан для того, чтобы там молиться и просить у Бога прощения. 47 лет она прожила в этой пустыне, можно себе представить, ведя необыкновенно такой подвижнический, строгий образ жизни, который трудно поддается даже осмыслению нами, сегодняшними людьми. Но она не просто была прощена, она сподобилась дарований вышеестественных, которые Господь дает святым, победившим естеством. Это очень такой воодушевляющий пример. Не случайно церковь трижды в году возвращается к образу преподобной Марии Египетской. Ее память в календаре есть под числом, ее память, вот ей посвящено Пятое Воскресенье Великого Поста, и она же вспоминается на пятой неделе Великого Поста в среду вечером, когда мы читаем полностью Великий Покаянный Канон Андрея Критского и добавляем туда посвященные ей тропарей песнопения, а также прибавляем чтение ее жития. Это последнее оставшееся в нашем уставе чтение жития святого на богослужении. Раньше они полагались послеместно, но у нас сейчас осталось только чтение жития Марии Египетской. Этот пример необыкновенно воодушевляющий, по крайней мере, он должен воодушевлять всех верующих, и поэтому ей посвящено так много времени в нашем богослужении. – Ну, Марию Египетскую мы будем вспоминать 17 апреля вроде бы, да? А вот, получается, 14 апреля мы вспоминаем Иоанна Лественничка. Я смотрю, вы принесли как раз его произведение. – Я как раз принес, да, его книгу, которая называется «Лествица». Вот такая вот книжка, одна из современных изданий. – Но я думаю, это стоит прочитать всем. – Да, абсолютно, я абсолютно в этом убежден. Хотя часто говорят, книга монашеская, она написана монахом, для монахов. Но дело в том, что человеческая природа одинакова везде. Она одинакова у монахов и у немонахов. И поэтому какие-то вещи, которые здесь написаны, они полезны абсолютно для каждого человека, потому что говорят о тех процессах, которые проходят внутри, в жизни, в сердце, в сердце человека. Ну, вот, построена она таким образом, что здесь 30 глав, которые как бы ступени лестницы возводят человека все выше и выше по пути духовного совершенства. Вот здесь говорится о человеческих недостатках, о том, как они властвуют в нашей жизни, и говорится о том, как их преодолевать. Очень интересные, надеюсь, есть такие вот вещи. – Можете читать? – Да, я прочитаю что-нибудь. Ну, например, от тщеславия. «Всем безразличие сияет солнце. От тщеславия радуется о всех добродетелях. Например, тщеславлюсь, когда пощусь, но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять тщеславлюсь, считая себя мудрым, побеждаясь тщеславием, одевшись в хорошей одежде, но и в худые одеваясь тоже тщеславлюсь, стану говорить, побеждаясь тщеславием, замолчу, и опять им же победился. Как ни брось сей троерожник, все один рок станет вверх». Всякий человек, который любит себя выказывать, тщеславен. Пост тщеславного остается без награды, и молитва его бесплодна, ибо он и то, и другое делает для похвалы человеческой. О гордости. Один мудрый старец духовно увещевал гордящегося брата, но сей ослепленный сказал ему, «Прости меня, отче, но я не горд». Мудрый же старец возразил, «Чем же ты, сын мой, яснее можешь доказать свою гордость, как не тем, что говоришь, я не горд». Гордость – есть крайние души у божества, которые мечтают о себе, что богата, и, находясь во тьме, думают, что она во свете. Гневливый человек и лицемер встретились друг с другом, и невозможно было найти правого слова в их беседе. Если раскрыть сердце первого, то найдешь неистовство, а, испытавши душу второго, увидишь лукавство. Лукавство – есть искусство, или, лучше сказать, безобразие бесовское, которое потеряло истину и думает утаить это от многих. А правота – есть неизозрительная мысль, искренний нрав, непритворное и неподготовленное слово. А не злобе – есть тихое устроение души, свободное от всякого ухищрения. На следующей неделе, 20 апреля, будет суббота Акафиста. Что в этот день происходит в храме? В этот день в храме читается так называемый Акафист Божией Матери. Этот древний гимн, историки спорят о том, кто его и когда написал, но так склоняются к VI веку, что его автор – патриарх Сергий. Это такое большое произведение христианской гимнографии, особое совершенно, которое было составлено и впервые исполнено в храме в благодарность Матери Божией за победу над врагами, которые осадили Константинополь. По преданию, это были предки наших русских, и которых по очень усиленной молитве, без сражения, которые были вынуждены рассеяться от стен города и уйти в Исвояси. Такие случаи бывали в древности, когда нападавшие вдруг по каким-то причинам взяли и уходили. И этот акафист был тогда воспет в храме всем народом, в главе с патриархом. И с тех пор он вошел в наше богослужебное последование и всегда совершается вот в этот день. В подражание ему было написано огромное множество акафистов. Их количество, наверное, не поддается учету, особенно у нас в России. Их писали и пишут, и, наверное, будут писать до скончания времен. Они все имеют примерно одну форму, и по форме повторяют тот самый первый акафист. Слово акафист означает «неседален». А – это отрицательная частица, а кафизо – это «сижу» по-гречески. То есть это гимн, во время которого не сидят, а стоят. Вот интересный момент. Мы знаем с вами, что в православной церкви у нас люди не сидят, а стоят в храме. На самом деле так было не всегда. В храме достаточно много во время богослужения совершается таких последований, во время которых не просто можно, а положено сидеть. В частности, чтение кафизм всегда можно и нужно сидеть. И некоторые другие последования. А в каких-то нужно обязательно стоять. Вот акафист подчеркивает, что во время этого гимна обязательно нужно стоять. Ни в коем случае не садиться. Вот такое чисто техническое обозначение дало название этому жанру церковной поэзии, церковной гимнографии. Он прославляет Матерь Божию, прославляет все домостроительство спасения Божьего. И очень по своему содержанию отчасти, не повторяя это, а постоянно перекликается с темами, которые звучат в службе Благовещения. Даже иногда его называют кафиз Благовещения Божией Матери. Это как бы еще одна служба во время Великого Поста, посвященная Матери Божией. Потому что тот момент благодарности за победу над врагами, он уже ушел на задний план. Только самые первые два слова Акафиста в избранной воеводе напоминают нам о том, что Матерь Божия называют избранной особой воеводой, которая помогает побеждать врагов. Вот, собственно говоря, то, что будет служиться у нас в пятницу накануне субботы Акафиста. В пятницу вечера. Спасибо большое, Владыка. До свидания. Пожалуйста. До свидания, уважаемые зрители. Субтитры подогнал «Симон»!